Библейский портал экзегет.ру представляет Досточтимые братья и сестры, сегодня мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Иоанна, и сегодня мы будем читать 12 главу этого Евангелия. И первая тема – «Мария помазывает миром ноги Иисуса». За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Фифанию, где был Лазарь, умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежащих с ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал, «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал, оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете собою, а меня не всегда. Я уже говорил вам, что святые отцы настаивают на том, что Мария, которая здесь помазывает ноги Иисуса Христа драгоценным миром, это не та Мария, которая совершила нечто подобное, но она была блудницей. Это именно сестра праведного Лазаря и сестра Марфы. Христос останавливался в Вифании именно у них, потому что они были его друзья. Но, с другой стороны, истолкование как бы пытается обелить дом Лазаря. В действительности, Христос не гнушался никаких людей. И если даже речь идет о том, что были две Марии, одна сестра Лазаря, другая известная как блудница, и они совершают одинаковые действия, на самом деле они заслуживают одинаковую похвалу. Но в том случае, когда его ноги помазала блудница, то там книжники фарисеи, которые хорошо ее знали, они говорили, если бы он знал, кто это такая, он бы не дал ей прикоснуться к себе. Здесь же вопрос только о деньгах. У Юди как бы в голове включился какой-то калькулятор, и он сосчитал, сколько могло бы стоить это мира, что можно было продать за 300 динариев. И якобы, как он озвучивает свою точку зрения, чтобы раздать нищим. Но чаще, когда речь заходит о помощи нищим, детям, это какая-то, как правило, воровская комбинация, мошенническая комбинация. И здесь говорится, что он так говорил не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. среди апостолов был вор. И это печальное обстоятельство, но в то же время мы знаем, что существует точка зрения отцов церкви, что среди апостолов были все типы людей. И 12 апостолов – это 12 типов людей, самых разных, самыми разными наклонностями, в том числе и дурными. Симон Зелот. У нас был скинхед, мы это помним. Это были такие молодежные банды, зелоты, которые ловили иностранцев и избивали их. Здесь для нас важно то, что Господь Иисус доверял Июде носить ящик для сбора цедаки, то есть милостыни. Этим самым Господь проявлял доверие этому человеку. И мы не можем сказать, что Господь Иисус чем-то обидел Июду. каким-то недоверием. Он действительно заботился об исправлении этого человека, насколько это было только возможно. Иначе бы, зная его внутреннее состояние, он не поручил бы ему носить денежный ящик, куда пускали цедаку, то есть милостыню для общины Иисуса Христа. Как бы тогда сказали, ишивы Иисуса, то есть для его школы. И в современном Израиле очень часто можно увидеть людей, которые ходят с такими ящиками. Это ортодоксальные евреи. и они собирают по разным случаям деньги. Деньги собираются для погребения малоимущих, для выдачи замуж бедной девицы и для содержания ишивы, школы. Община Иисуса Христа это была такая странствующая ишива, школа. И они переходили с места на место и учили народу. Иисус же сказал, оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих всегда имеете собою, а меня не всегда. что этими словами говорит Христос. Он как бы говорит сейчас она помогает мне, она приуготовляет меня к погребению. А это очень важно с точки зрения иудаизма приготовить все как положено к погребению. А если вы действительно заботитесь о нищих, так посмотрите вокруг себя и вы найдете мало имущих. Нищий имеется ввиду не профессиональный нищий, потому что профессиональные нищие это люди обеспеченные, а нищий, которые действительно нуждаются в чем-то. Такие люди очень редко просят милостыню. Они стыдятся просить. Но по их внешнему виду можно легко догадаться, что они в нужде. И в каждой общине есть такие нуждающиеся, и мы должны поддерживать их и обращать на них внимания. Универсальность христианства, как я часто объясняю, заключается в том, что служа любому человеку, мы можем послужить самому Христу. И нищий это самый лучший объект, нуждающийся человек, человек в беде, это самый лучший объект для нашего служения Христу. Ибо в день страшного суда Христос скажет, вы накормили меня, когда я был голоден, напоили, когда я жаждал, одели, когда я был наг, посетили, когда я был в больнице, болен, навестили, когда я был в тюрьме. И люди будут спрашивать, когда мы тебя видели в таком состоянии. И Христос говорит, сделавший это одному из малых сих, сделал это мне. Вот в этом универсальность христианства. Поэтому любой нищий, любой нуждающийся человек это очень важный объект в деле нашего спасения. Потому что в день страшного суда не будет экзамена там по сравнительному богословию, по догматическому богословию, даже по нравственному богословию. Будет решаться один вопрос. Никакие каноны там не будут обсуждаться. Будет решаться один вопрос. Были ли мы милостивыми? Почему? Потому что суд без милости, не оказавшему милость, сказано в Писании. А если мы проявляли милостыню по отношению к нуждающимся, то в день суда, когда мы будем нуждаться в Божьем прощении, милость будет проявлена по отношению к нам. Господь позаботится о нашей вечной участи. Далее сообщается о том, что первосвященники замышляют убить Лазаря. И мы читаем, многие из иудеев узнали, что Он, то есть Христос, там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. первосвященники же положили убить и Лазаря. Что значит и Лазаря? То есть до этого они решили убить Христа, а тут еще и Лазаря. Потому что ради него, ради чуда воскресения четырехдневного покойника, многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. Чудо воскрешение Лазаря, оно было совершено совершенно открыто. Здесь Господь действовал как бы с открытием своего лика, как я вам часто объясняю, Бог действует в этом мире двояко, с сокрытием своего лика, это чаще, когда мы распознаем действия Бога только через какие-то такие случайные обстоятельства. В потрясениях, в катаклизмах природы, а иногда Бог действует с открытием своего лика, когда явное чудо и никто не может поспорить. И на другой день происходит вход Господень в Иерусалим. И множество людей собрались встречать Христа Иисуса именно именно потому, что все слышали о том, что был воскрешен недалеко от Иерусалима Вифаний четырехдневный покойник. И были свидетели его смерти, его погребения, причем самые разные люди. И как раз Иисуса-то не было, когда умер Лазарь, значит, его обмывали, готовили к погребению обычной иудеи, и они же стали свидетелями чуда его воскресения. И Христос входит в Иерусалим. Зачем? Пасха приближается еврейский Песах, и надо найти место поближе к храму, где бы встретить Пасху. Как вам объяснял, в иудаизме Пасха это не общественное богослужение, это домашний праздник. Это вот как тайный вечер проходило, вот это и есть еврейская Пасха. Надо было найти какое-то помещение, поэтому надо было войти в Иерусалим заранее. И мы читаем с 12 стиха и ниже на другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали «Ассанна, благословен грядущий во имя Господня Царь Израилев». Его встречают с пальмовыми ветвями как Мессию. Также встречали Давида Царя, когда он входил в разные иудейские города, израильские города. И в понимании многих только Мессия может воскресить мертвого человека. А то, что тогда как бы наступала мессианская эра, эра Христа, они все об этом думали. Когда Ирод узнал о том, что делает Христос, он сказал, наверное, это Иоанн Креститель, который воскрес из мертвых. Почему он так сказал? Потому что это витало в воздухе, что эра Мессии наступает, будут происходить воскресения мертвых, воскреснут все праведники прежде всего. Потому что в обычной ситуации никто так не скажет. Наверное, это вот воскрес такой-то человек. Кто говорит о воскресении в обычной ситуации? А тогда исполнялись пророчества и из Ветхого Забета евреи знали, что когда Мессия придет, он совершит много чудес, он будет воскрешать мертвых, он будет исцелять прокаженных, он будет творить множество чудес, исцелять хромых, слепых, глухих, немых. об этом мы можем прочитать в том числе и у пророка Исаии. Если даже такой человек, как Ирод, пребывает в таком ожидании и верит в возможность воскресения, Иоанна Крестителя, конечно, он ошибочно веровал, это свидетельствует о том, что тогда было именно такое время. И толпа людей встречает Христа как царя Мессию, но Мессия в их понимании это военно-религиозный политический лидер, который должен возглавить еврейский народ, как царь Давид, царь воин, и освободить их от римского владычества и принести им свободу от рабства языческого, покорить все языческие народы и поставить евреев царями и священниками над всеми людьми. И в этом смысле их представление о Мессии и то, зачем пришел Христос в этот мир, немножко это разница. Христос пришел спасать всех и римлян, и греков, и язычников, и варваров, и самих евреев. Иисус, входящий в Иерусалим, это образ, который очень часто пытаются объяснить святые отцы, как Иисус, входящий в наше сердце. Помните притчу о Сеятеле, когда одно упало на каменистую почву, другое упало в терния, а что-то упало при дороге, а что-то упало на хорошую почву. Иисус, входящий в Иерусалим, это Иисус, входящий в твое и мое сердце. И, возможно, мы переживаем восторг, когда в святых дарах Христос входит в нас своим телом и своей кровью. Но не может ли произойти так, что утром мы причащаемся телу и крови, а вечером мы распинаем Христа своими грехами? Ведь эта же самая толпа, которая теперь кричит «Асанна, благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев, Мелах Исруэль». Через какое-то время она будет кричать «Эта же толпа распни, распни, распни его». И в этом смысле настроение толпы переменчиво, как переменчиво бывает и наша жизнь, когда в одной ситуации мы ведем себя как порядочные православные христиане, а в другой ситуации являем некую противоположность. И мы читаем 14 стих и ниже «И Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано, не бойся, черь Сионова, сед царь твой, грядет, сидя на молодом осле». Другие евангелисты уточняют, что там была ослица и осленок. И Христос, который въезжает на осле в Иерусалим, это Христос, который укращает наше ослиное упрямство в привязанности к Плотскому. И здесь ослица символизирует собою Ветхозаветную церковь, а молодой осленок, еще необъезженный, это символ языческой церкви, которая возникнет из языческих народов и которая составит большинство и которой принадлежим и мы, потому что славяне из язычников уверовали во Христа. и Христос силен укротить нашу ослиную привязанность к греху, к прежней жизни греховной. Осел у пророков Ветхого Завета это символ похотливости прежде всего. этот образ разыгрывается по отношению к египтянам, которые сравниваются с ослами из-за своей похотливости. Но здесь Христос восседает на молодом осле и исполняется пророчество из Захарии из книги пророка Захария 9 глава 9 стих где было сказано не бойся черь Сиона сед царь твой грядет сидя на молодом осле. Ученики его сперва не поняли этого. Но когда прославился Иисус тогда вспомнили что так было о нем написано вот эти слова из Захарии 9.9 Они сначала не поняли что это происходит но позже когда он воскрес они вспомнили эти слова почему воскресение Христова меняет учеников вот то что Пятидесятница меняет учеников это понятно Дух Святой научает и наставляет на всякую правду и напоминает все слова Христа Иисуса А почему вот говорится в Писании что когда он воскрес они вспомнили то-то 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 как воскресение могло повлиять на их разумение Писания воскресение воскресение Христова это когда все пророчества как бы выстроились в один общий ряд это все равно что перед вами какая-то мозаика и вы не можете понять что это такое но по одному куску мозаики вы догадываетесь что это и начинаете легко все собирать и вот когда Христос воскрес из мертвых то стало понятно буквально все и особенно когда Дух Святой в день Пятидесятницы сошел на них но тут написано ученики его сперва не поняли этого но когда прославился Иисус тогда вспомнили что так было о нем написано и это сделали ему Иисус прославляется в чуде воскресения из мертвых он преодолевает смерть силы ипостасного божества он встает из гроба по воле Отца Небесного в Духе Святом народ бывший с ним прежде свидетельствовал что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых то есть молва о чуде воскресения Лазаря разнеслась и собрала толпу людей а народ который приходит с Иисусом в Иерусалим они свидетельствуют что они это сами видели они видели это своими глазами возможно это как раз жители Вифании которые вместе с Иисусом отправляются в Иерусалим поэтому и сказано народ бывший с ним прежде что значит прежде то есть прежде Вифания имеется ввиду потому и встретил его народ ибо слышал а народ слышал что он створил это чудо а тут уже свидетели появились фаризеи же говорили между собою видите ли что не успеваете ничего весь мир идет за ним они говорят друг другу они говорят своим начальникам его надо остановить потому что он может сотворить еще какое-то чудо и тогда все будут с ним состояние фарисеев это паника и давайте вспомним когда пришли волхвы в Иерусалим то царь Ирод и весь город пришел в смятение ну с Иродом понятно это Ирод Великий он услышал что родился царь Иудейский и Ирод наверное спросил а я кто я что не царь Иудейский а почему весь Иерусалим пришел в движение вместе с Иродом люди боятся приближения Бога и люди алчат и жаждут приближения Бога одновременно мы молимся Богу утром молимся вечером мы просим его о чем-то как один священник рассказывал мне он молился и вдруг он ощутил как кто-то нежно сжал его сердце и он закричал не надо Господи и это пропало осталась теплота а он молился Господи я уже устал от этой жизни и Господь так нежно нежно сжал его сердце и он оказался не готов мир всегда боится приближения Бога и страх смерти на самом деле это бессознательное чувство обнаженности перед Богом ведь когда мы предстанем перед Ним все наше сокровенное будет открыто мы не готовы к этой встрече мы хотим и не хотим этой встречи вот это такая сложность психологическая трудно объяснить но здесь праздник здесь шоу появился человек который кто-то считает мессией кто-то не считает его мессией но это так интересно говорят он воскресил четырехдневного покойника и здесь мы видим что эллины то есть греки хотят видеть Иисуса это удивительный отрывок потому что именно эллины массово примут христианство именно из эллинов из греческого мира выйдет огромное количество святых отцов слава святого Афона древние патриархаты все это произойдет от них и мы читаем из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины эллин это широкое понятие если Рим политически военным путем захватил власть в тогдашнем мире то эллины культурно греки эллинизировали мир сделали похожим на свой греческий мир свой греческий полис поэтому даже египтяне многие жили так как жили греки то есть это было культурное влияние поэтому эллины первоначально это конечно греки но в контексте вот этих событий имеется ввиду вообще все люди захвачены этой культурой очарованные философией там Платона Аристотеля и среди эллинов были празелиты празелиты это те которые принимали иудаизм мы знаем что такие были в Риме историк Тацит описывает что они жили за Тибром в Риме там целое поселение было вместе с евреями они жили такие были в Александрии из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины они подошли к Филиппу к апостолу Филиппу который был из Вевсаиды Галилейской и просили его говоря господин нам хочется видеть Иисуса как здесь не вспомнить слова Иустина мученика Иустина философа который говорил как закон был детоводителем ко Христу так и греческая философия была детоводителем ко Христу и вот эти люди эринского мира когда они говорят нам хочется видеть Иисуса это как бы первые движения этой нации этой культуры навстречу ко Христу Филипп идет и говорит о том Андрею и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу и вот реакция Иисуса Христа очень интересная Иисус же сказал им в ответ пришел час прославиться сыну человеческому вот в этих словах есть некая двойственность с одной стороны да он говорит о часе своего страдания и смерти но он говорит в контексте того что эллины хотят видеть его то есть чудо креста станет чудом обращения эллинского мира в христовую веру они примут Евангелие но самое интересное что Евангелие будут написаны все послания будут написаны на эллинском языке не на еврейском языке по преданию только Евангелие от Матфея возможно было написано на еврейском языке скорее всего на арамейском тогда арамейский называли сирийским языком и у пророков великих в ветхом завете есть слова что Бог даст знамение всем народам знак всем народам это знак креста перед которым преклонится вся римская империя итак Христос говорит в ответ здесь сказано в ответ пришел час прославиться сыну человеческому истинно истинно говорю вам если пшеничное зерно пав в землю не умрет то останется одно а если умрет то принесет много плода вот эти слова в русской культуре существуют в своем контексте известно что когда Федор Михайлович Достоевский умирал он попросил свою жену открыть Евангелие Евангелие Достоевскому подарила насколько я помню жена какого-то декабриста когда он сидел в Сибири в тюрьме и умирающему Достоевскому его жена прочитала вот эти слова истина истина говорю вам если пшеничное зерно пав в землю не умрет то останется одно а если умрет то принесет много плода эти слова стали утешением для православного писателя в день его кончины но в каком контексте эти слова произносит Христос он должен умереть за грехи мира он действительно пшеничное зерно ведь он родился где в Вифлееме Вифлеем Байтлехэм дом хлеба и святые отцы говорят в Вифлееме родился колос который евхаристически напитал в причастии всю вселенную напитал и питает евхаристически всю эйкумену то есть всю вселенную христос настаивал на своей смерти даже тогда когда апостолы отговаривали его мы знаем что апостол Петр отговаривал его на что христос отвечал я для этого и пришел и далее он произносит слова полные глубокого мистического смысла любящий душу свою погубит ее а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную о чем это тот кто любит свою душу душа это жизнь кстати возникает вопрос почему в Библии и в Ветхом и в Новом Завете иногда о людях говорится как о душах например сказано в начале книги исход что в Египет пришлось только то душ и святые отцы дают такое объяснение надо судить о каждом человеке с лучшей стороны а лучшая сторона каждого из нас это наша душа она не стареет она всегда молодая и мы чувствуем себя в каком-то одинаковом состоянии с детства о том что какие-то перемены происходят это мы в зеркало видим а любящий душу свою то есть привязанный к жизни в этом земном контексте он погубит ее а ненавидящий душу свою то есть жизнь свою в мире всем что значит в мире всем в мирском состоянии сохранит ее в жизнь вечную почему потому что возненавидев себя в состоянии греха он начинает идти путем покаяния и обретает божье прощение через осознание грехов и ненависти к своему греховному прошлому здесь нету ничего суицидального здесь говорится о ненависти к душе своей в мире всем то есть вот в этом мирском состоянии в котором она находится и человек понимает что так не должно продолжаться таким образом Христос говорит о себе что ему надлежит умереть чтобы был результат его служения потом он дает наставление нам что мы совершаем исход из мирского бытия уже в этой жизни через покаяние и далее кто мне служит мне допоследует и где я там и слуга мой будет и кто мне служит того почтит отец мой а мы уже выяснили что служение Христу это очень просто служа любому человеку искренне проявляя заботу о каждом мы служим самому Христу потому что Христос делает знак равенства между собою и любым малым сим душа моя теперь возмутилась и что мне сказать здесь мы видим борение Христа он человек он настоящий человек и если человек испытывает панику перед лицом смерти страданий но при этом идет на смерть и страдания это еще больше подвиг а другое дело когда человек безрассудно не думая ни о чем идет погибает душа моя теперь возмутилась и что мне сказать отче избавь меня от часа всего не надо думать что события происходили в таком порядке как мы читаем в этом Евангелии потому что в контексте других фрагментов из других Евангелий мы эти слова относим чаще к Гефсимании но он мог испытывать это борение и до Гефсимании душа моя теперь возмутилась и что мне сказать отче избавь меня от часа сего но на сей час я и пришел вот это внутреннее противоречие между чувством страха и чувством долга отче прославь имя твое тогда пришел с неба глаз то есть глаз Бога Отца и прославил и еще прославлю некоторые экзегеты говорят что прославил на фаворе когда показал преображенного Христа некоторые экзегеты говорят прославил через евангельское учение люди поражались когда он учил и говорили он учит не так как книжники фарисеи он учил силой он учил в духе и прославил и еще прославлю народ стоявший и слышавший то говорил это гром громкий был голос а другие говорили ангел говорил ему почему в двух случаях люди не очень четко распознают слова вот когда Иисус умирает он говорит или или лама совахвани а стоящие под крестом думают Илью зовет Илью зовет а здесь они даже не расслышали не поняли дело в том что разговорным языком того времени был арамейский а богослужебный язык знали не все богослужебный язык это язык писания это еврейский язык и этим можно объяснить что не всегда люди могли разобрать слова особенно когда они испытывали ужас им казалось что это какой-то гром и они предполагают что это ангел говорил ему свидетельство от ангела считалось в иудаизме второй уровень пророческого слова вот через ангела более низкий уровень пророческого слова это слова сказанные во сне там ангел является во сне или человек слышит что-то во сне а самый высокий уровень пророческого слова это когда бог сначала взывает к человеку это слово ваекра возвал приглашает к диалогу а потом начинает говорить с ним и в то время считали что если даже истинный пророк без приглашения со стороны бога к диалогу попытался бы организовать такой диалог создателем например сам начал взывать к нему то это было бы верхом святотатства тогда о нем можно было бы сказать что он вот такое грубое было выражение как падаль которая вот ее надо выбросить и в книге левит мы читаем вот там дается вот эта схема высшего общения с богом и возвал Господь к Моисею сказав ему говоря казалось бы тавтология на самом деле нет возвал это приглашение к диалогу сказал Моисею говоря для всего народа через Моисея то есть это не личное откровение Моисею он должен передать другим людям так вот люди ошибались когда они предполагали что это ангел говорил ему потому что все что имеет сын имеет и отец и наоборот общение сына с отцом это это неизбежная реальность потому что одна божественная сущность Иисус на это сказал не для меня был глаз сей но для народа ныне суд миру сему ныне князь мира сего изгнан будет вон и когда я вознесен буду от земли всех привлеку к себе сие говорил он давай разуметь какой смертью он умрет смотрите он говорит и когда я вознесен буду от земли и ниже сие говорил он давай разуметь какой смертью он умрет не вознесен на небо а вознесен на крест И тогда я привлеку вас, когда буду вознесен на крест. И крест – это действительно великий знак, данный народам и племенам, великое оружие на дьявола, данное нам. Сие говорил он, давая разуметь, какой смертью он умрет, народ отвечал ему, мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий? Народ перепутал Второе пришествие с Первым. Действительно, Христос, который явится во Втором пришествии, это воскресший Христос, который уже никогда не умирает. Но в своем Первом пришествии он пришел как агнец, взявший на себя грехи всего мира. И в иудаизме было представление об этом. Там было учение как бы о двух форматах пришествия Мащиаха, Христа Мессии. Это учение о Мащиах бен Давид, то есть Христос, Сын Давида. Это пришествие во славе величия, как воин, как судья. Это Второе пришествие. Он придет как воин, он убьет Антихриста дыханием уст своих и воссядет как правитель и судья. Но в Первом пришествии, и иудеи это знали, он должен быть как Мессиах бен Иосиф. Иосиф, то есть Мессия, Сын Иосифа. Какого Иосифа? Прекрасного, которого братья продали за сребреники, кинули в яму, пытались погубить его. И он потом прощает своих братьев, когда говорит им, а они Иосиф, я Иосиф. Но они стараются не делить два пришествия. Они говорят как бы об одном, но в двух измерениях. Страдающий Мессия и Мессия побеждающий. И вот это внутреннее противоречие иудейского учения о Мессии, потому что оно может быть разрешено только, если мы принимаем христианскую концепцию о двух пришествиях Христа. В Первом пришествии он приходит не судить мир, а спасать мир, а во Втором пришествии, да, он приходит судить этот мир. Тогда Иисус сказал им, еще на малое время свет есть с вами. Имеется в виду, что Он есть свет. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, а ходящий во тьме не знает, куда идет. Да коли свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. И следующая тема, предпоследняя, неверие иудеев. Сколько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии, пророка, Господи, кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня. Здесь евангелист как бы высказывает непонимание по отношению к их неверию. Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменел сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их. Сие сказал Исаия, когда видел славу Его и говорил о нем. А когда Исаия? Когда Исаия видел славу Его и говорил о нем в пророческих видениях. Некоторые экзегеты называют Исаию пятым евангелистом. Такое огромное количество пророчества о Христе у Исаии. «Впрочем, и изначальников многие уверовали в Него, продолжает Иоанн Богослов, но ради фарисеев не исповедовали, то есть открыто, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию». Вот положение этих людей намного хуже, чем книжников-фарисеев. Книжники и фарисеи не верят, и это оправдание для них. А эти поверили, убедились, но ради своих должностей они скрывают от всех, что они все-таки понимают, кто он такой на самом деле. Хотя позже апостол Павел будет проповедовать начальники ваши по неведению распяли его. И сам Христос будет молиться с креста, отче, прости им, они сами не знают, что они делают. И последняя тема «Верующие в Меня не в Меня веруют, но в пославшего Меня». Иисус же возгласил и сказал, «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня. И видевший Меня видит пославшего Меня. Я свет, пришел в мир, чтобы всякий, верующий в Меня, не оставался во тьме. «И если кто услышит Мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир». Имеется в виду в Первом пришествии. «Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судьей себе слово, которое я говорил. Оно будет судить его в последний день». То есть суд будет при Втором пришествии. «Ибо я говорил не от себя, но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь Его и жизнь вечная. Итак, что я говорю, говорю, как сказал Мне Отец». Действительно, Христос часто говорит, что Он пришел не во имя Свое, во имя Отца. И здесь Он со всей откровенностью заявляет, что Он говорит то, что сказал Ему Отец. Он есть образ Бога невидимого, как сказано в Писании. Августин Блаженный пишет, «Что же слышали мы, братья, когда Господь сказал, верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня. Благо для нас верить в Христа. Особенно потому, что и Сам Он ясно сказал то, что только что слышали, то есть, что Он, Свет, пришел в мир, что верующий в Него не останется во тьме, но будет иметь свет жизни». Итак, благо верить в Христа, великое благо верить в Христа и великое зло в Христа не верить. Но поскольку Христос Сын есть то, что Он есть от Отца, а Отец не от Сына, но Отец Сына, то потому Сын призывает к вере в Себя, но воздает честь Творцу. Нечто подобное пишут и Амбросий Медиаланский, это его пять книг о вере. «Тот верует в Сына, кто исповедует Отца. Ибо кто не знает Сына, не ведует и Отца, кто отвергает Сына, не имеет и Отца, кто исповедует Сына, имеет и Сына, и Отца. А что значит не в Меня верует, не в то, говорит, что вы воспринимаете телесно, не в человека, которого вы видите». В Нем некоторые видели только человека. ведь Он сказал, что не в человека должно верить, а в то, что Иисус Христос Сам есть и Бог, и человек. Вот потому об одном и о другом Он говорит, «Я пришел не сам от себя, и еще от начала сущий, как говорю вам». Итак, сегодня мы окончили изучение 12 главы. Если будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем изучать 13 главу Евангелия от Иоанна. Спаси Христос! Христос!